Дорогие друзья, я всех нас поздравляю с Днём Независимости Украины! И для открытия нашей регаты я хочу пригласить сюда почётных гостей нашей регаты. Сергей Васильевич Кивалов, почётный гражданин города Одессы. Дмитрий Борисович Волошенков, наш друг многолетней нашей регаты. Наталья Григорьевна Крупица, председатель сельского совета Крыжановки. Большим удовольствием! Представитель фирмы «Чойс» в городе Одессе Наталья Руц. И судейскую коллегию в лице председателя гоночного комитета Вячеслава Сметанки. Председателя технического комитета Сергея Грозя. И капитана яхты маэстро Олега Сташкевич. И я передаю микрофон для приветственного слова Сергею Васильевичу Кивалову. Спасибо. Уважаемые участники нашей фрегаты, уважаемые гости, дорогие одесситы, присутствующие. Вы знаете, сегодня действительно большой праздник. Праздник, который ведущий уже объявил. День независимости нашей страны. И, наверное, очень важно, что именно таким видом, именно таким отношением к независимости нашей страны мы сегодня организовываем и делаем все для того, чтобы популяризировать морскую специальность, популяризировать парусный спорт в нашей области. Я думаю, что правильно будет, если мы в первую очередь поблагодарим областную федерацию парусного спорта за то, что они на протяжении многих десятилетий организовывают и делают все для того, чтобы этот кубок, кубок Черного моря состоялся. И они делают все для того, чтобы нас, как организаторов, собрать здесь и показать, и тем самым прививать любовь к морской специальности. А для Одессы морская специальность – это, наверное, самое важное и самое главное. Я хочу поблагодарить, наверное, тех, кто непосредственно принимает участие в этом соревновании. Я думаю, что на протяжении многих десятилетий, если говорить о истории, с 1973 года проводится такой кубок Черного моря. И многие те, кто принимал участие еще в далекие 70-е годы, находятся тоже здесь. И это здорово, эти хорошие, добрые традиции поддерживаются и одесситами, поддерживаются непосредственно и организаторами, и гостями нашего города. Я вас искренне всех хочу поздравить с Днем независимости, хочу поздравить нас с открытием чемпионата на Кубок Черного моря. Те, которые находятся здесь, поздравить вас с этим событием. Хочу пожелать, чтобы в каждой семье, в каждом доме было тепло, был уют, был достаток. И пусть нас хранит Господь. С праздником вас, дорогие друзья! Большим удовольствием хочу всех нам представить Наталью Григорьевну Крупицу. Человек, который не словом, а делом делает для парусного спорта, скажу, великие дела. В селе Крыжановка уже открыта секция парусного спорта, дети уже ходят под парусом. И искренне от одесситов, от их сменов большое вам спасибо, Наталья Григорьевна. Вам слово. Всем добрый день. Вы знаете, мы как власть очень счастливые, потому что мы являемся частичкой, созданный клуб, детский яхт-клуб Одесской парусной федерации. Когда мы в прошлом году создавали этот клуб, нас было всего 9. Сегодня нас 55. Я очень признательна нашим активистам, нашим рыбакам, нашим тренерам за то, что они держат цель. Я хочу сказать, что самое большое вложение и достойное – это в наших детей. Потому что именно море воспитывает их здоровыми, сильными, успешными, мужественными, целеустремленными. Я желаю нам всем успехов, удачи. Я поздравляю всех с праздником независимости. Я желаю мира, добра, процветания Украине. Спасибо большое. Передаю микрофон нашему многолетнему другу, который все годы поддерживает наши регаты, Дмитрию Борисовичу Волошенкову. Уважаемые участники, уважаемые гости, руководство Федерации парусного спорта Одесской области Сергею Васильевичу. Очень трепетно, что на протяжении всех этих лет кубок живет. Праздный был период, жил благодаря, не скрываем, что жил и вопреки. Но, как сказал когда-то Оскар Уайлд, вы не можете повлиять на направление ветра, но вы можете поднять свои паруса для того, чтобы достигнуть цели. Я бы очень хотел, чтобы каждый из вас, из участников, чтобы Федерация парусного спорта уверенно с парусами, наполненными ветром, шли к своей цели. Развивать традиции парусного спорта. Сохранять и бережно относиться к тому наследию парусному, которое было создано и воспитано здесь, в Одессе. Чтобы, наконец-то, понятие независимость наполнилось истинным государственным смыслом, а не было просто словом, которое греет сердце всех тех, кто родился на территории Украины. Я желаю вам крепкого здоровья, я желаю вам успехов, я желаю, чтобы очередной кубок прошел с высокими, теплыми эмоциями. И те, кто прибыли сюда из других регионов, из других городов, в следующем году ехали сюда и брали с собой своих товарищей, энтузиастов, чтобы количество матч с каждым годом увеличилось. И мы, приходя сюда, на причал Одесского порта, с каждым годом видели все больше и больше участников. Я желаю вам успехов, крепкого здоровья и огромное слово благодарности всем тем, кто подставил свое плечо в организации этого мероприятия. Спасибо. Я передаю микрофон представителю фирмы «Чойс» в Одесской области Наталье Рудь. Они уже несколько лет поддерживают наши регаты. Добрый день, дорогие друзья. Я поздравляю вас с праздниками, с Днем независимости Украины. И со стартом чудесной регаты «Кубок Черного моря». Мне очень приятно, что наша компания «Чойс», которая является лидером на рынке по производству оздоровительных препаратов, продуктов здорового питания, натуральной косметики, экосредств для дома, вот уже второй год подряд поддерживает регату. И мы вместе с вами доказываем, что все самое лучшее, что у нас есть, оно есть у нас, в Украине. И это только вызывает уважение, гордость и восхищение. Я желаю вам, участникам попутного ветра, азарта спортивного, чудесного праздничного настроения и новых побед. И передаю микрофон Олегу Сточкевичу, капитану яхты маэстро, председателю Центрального физкультурного спортивного общества «Водник Украина». Добрый день, друзья, с праздником вас, днем независимости и с праздником открытия регаты «Кулба Черного моря». Очень приятно и надо сказать огромное спасибо организаторам регаты, что в этом году в рамках регаты проходят и длинные крейсерские гонки, и ночные гонки. И это действительно приятно, потому что, к сожалению, очень мало проводится ночных гонок. Я хочу сказать огромное спасибо организаторам регаты, одного из организаторов назвали, но также помогает и Одесский порт, и порт Черноморск, и порт Южный, МТП «Панк» помогают нам в организации регаты. Всем им большое спасибо. И пользуясь тем, что здесь находятся и корреспонденты, и, наверное, и телевидение, я бы хотел обратиться к вам с просьбой. Насколько я знаю, проходят рейтинги события года. Так вот, было бы интересно, если бы в событии года было включено открытие парусной секции в селе Крыжановка. Это действительно событие, ребята. И огромное событие. И уже 60 детей могут линяться на яхтах «Оптимист». Сейчас уже приобрели две яхты «Кадет». Есть 420-я, есть и «Катер». Есть уже, я могу ошибаться, но, насколько я знаю, две тренерские ставки. Это действительно здорово. Наталья Григорьевна, Одесская областная федерация. Три ставки. Три ставки, да, вот видите. Одесская областная федерация, Наталья Григорьевна, большое вам спасибо. Это, конечно, ваша огромная заслуга, как и заслуга всех друзей парусного спорта. Ребята, еще раз вас с праздником и с открытием нашей регаты. Спасибо. Ну и, конечно, передаю слово председателю гоночного комитета Вячеславу Спитанки, Ирина Григорьевна. Я витаю всех, украинцев свято, а нашим смогунам перемог. Будьте здоровы. Уважаемые друзья, Кубок Черного моря 2020, регата, посвященная Дню независимости Украины, открыта! АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры создавал DimaTorzok Подул свежак, всё море заиграло В тельняших трепет мечется волна За горизонт уйдут морские волки И там судьба одарит их сполна Им бороздить бескрайние просторы Не обойти мусоны втихаря Эй, капитан, плесни команде Рома Пусть палуба им станет, как земля Я вам желаю, братья-мариманы Чтоб наполнялись ветром паруса Несильные качки в море без тумана И добрые в эфире голоса Как млечный путь кильватерная пена В который раз вы снялись с якорей Не дай вам Бог губительного клена И возвращайтесь к берегам скорей Я вам желаю, братья-мариманы Чтоб наполнялись ветром паруса Несильные качки в море без тумана И добрые в эфире голоса И добрые в эфире голоса Я вам желаю, братья-мариманы Чтоб наполнялись ветром паруса Несильные качки в море без тумана И добрые в эфире голоса Несильные качки в море без тумана И добрые родные голоса И добрые в эфире голоса И добрые в эфире голоса И добрые в эфире голоса Продолжение следует...